Я занимаюсь. А какой у тебя сейчас урок? Математика. А ты цифры знаешь? Да. Могу считать до 40. А тебе нравится ходить в русскую школу? Да, очень. Потому что там иногда есть сказки у Инны. Инна моя любимая учительница. Ирина Якименко, директор Русского образовательного центра «Мозаика» города Пермь, вспоминает, как возникла идея создания этого образовательного учреждения. Эта идея была совместной – родители и детей, пожелавших изучать русский язык. У нас такая программа очень комплексная. На первом месте у нас идет русский язык, литература. И затем у нас такой комплексный день у детей. Они плавно переходят с музыки на русский, с русского на литературу, на математику, на танцы. То есть нашим детям это нравится, нам это нравится, и мы видим замечательный результат. Наш ученик ездил в программе «Здравствуй, Россия». Вот он был победителем от штата и поехал в Россию. Там, допустим, в конкурсе «Кенгурумы» тоже самостоятельно наша школа принимает участие. И у нас тоже много детей, которые очень высокие результаты по математике. Один из преподавателей русского языка и литературы, Марина Юргаева, как и многие учителя, пришла в школу в качестве родителя. Изначально я привела свою дочь, а потом меня пригласили вести уроки. Мне кажется, главное – это любовь к детям. А если она есть, то можно сделать все. Ты сам растешь, учишься вместе с ним. Я стараюсь, чтобы каждому ребенку было интересно на моем уроке. То есть я продумываю задания для каждого ученика индивидуально. То есть, естественно, мы проходим какую-то общую тему, но мои задания построены так, что они касаются самого ребенка конкретно. Очень много домашних заданий, где дети приходят домой взаимодействовать со своими родителями. Инна также является преподавателем русского языка. И для нее центр «Мозаика» – это вторая семья. Я считаю, что это очень важно для наших детей, чтобы они здесь учили язык, не забывали нашу культуру. Я стараюсь с ребятами, чтобы они у нас, конечно, учили грамоте, учу их, естественно, но стараюсь это делать все в игровой форме. Я дождик и ветер, разомент вам оставлю, а солнышко красное весна вам доставит. Лейсан специализируется на разноплановых занятиях, развивающих русский язык у детей. Моя группа – это дети 2,5-3,5 года. Мы пытаемся учитывать все факторы, как культурные особенности, так и языковые. Естественно, возрастные. У нас прошел бал сначала для взрослых и семейный бал для детей старше 4 лет. Но мы решили, что мы не можем обделить младших детей. И сегодня у нас проходит утренник, который был по мотивам детского альбома «Чайковского». Как тебя зовут? Оксана. Оксана, откуда у тебя такое красивое платье? Я купила коса. Коса. Исна, цветут, цветы. Цветы? Исна, исна. Как она думает? Как тебя зовут? Эмма. Расскажи, что ты тут делаешь? Танцеваю. А можешь показать, как ты танцуешь? Да. Помашу, помашу, помашу. И просто так помашу, 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 помашу. Коровка, иди, качай, качай, качай. И с тобой начинаем. Да, ручки, дороги. Я здесь волонтер. Я преподаю танцы пару часов в неделю по субботам. А как танцы вообще придумываются и подбираются к разной группе? Расскажите, как вы строите свои уроки? Честно говоря, методом пробы ошибок. У меня есть очень богатый танцевальный опыт. Я танцую, как и все, наверное, русские девчонки лет с шести. Поэтому я примерно знаю, что детям нравится. Ну, пробую разные упражнения, разные танцы. Смотрю, улыбаются дети или нет, или зевают. И подстраиваюсь. Павел работает в мозаике с самого открытия. Помимо того, что он ведет уроки математики, он также является администратором центра. Мы стараемся, если какие-то понятия незнакомые, совмещать, особенно для детей билингов, то есть давать и на английском, и на русском языке. Ну, везде есть свои трудности, мы стараемся их преодолеть. У нас семья русскоязычная. Мы не хотим, чтобы наша дочь, во-первых, не забывала русский язык и всегда помнила его и передала своим детям, возможно. Юлия Лугаская рассказывает о методической программе образовательного центра. В мозаике она является заместителем директора по методической работе. Мы не пользуемся какой-то определенной программой. Мы сделали свою, продолжаем ее развивать со всеми какими-то интересными вопросами, которые интересуют именно нас и наших детей. 98% наших детей – это билингвальные дети, которые уже довольно-таки хорошо говорят по-русски. То есть их нужно как-то развивать дальше. Основа – это все-таки, наверное, программа русских школ России, но переделанная. То есть мы стараемся всеми способами адаптировать ее под реалии наши. Все равно наши дети не имеют того уровня русского языка, который имеют экс-верстники в России. Вот с проектом, который «Недетское время», то есть где дети принимали участие, попробовав себя операторами и журналистами, рассказывая, там в основном вся работа была сделана самими детьми. Ученик школы «Мозаика Амир» интересуется журналистикой и как раз принимал активное участие в этом проекте. Он пришел в центр, как и многие другие ребята, чтобы сохранить русский язык. Вот сейчас я учу русскую орфограмму, все эти правила, как подтачиваю, потому что я сам ушел из России в третьем классе и дальше уже не учился. Вот я сейчас замечаю, что мне иногда очень трудно подбирать слова, и мне неохота терять второй язык. И вот намного лучше говорить двумя языками очень хорошо, чем одним. А вот ты стал победителем «Здравствуй, Россия». Расскажи, пожалуйста, о своей поездке. Была одна из самых лучших недель в моей жизни, потому что так было очень много людей, которые очень дружелюбные, веселые. Я подружился с детьми из Кореи, Дании, Америки. То есть все мы из разных стран, но говорили по-русскому и очень сильно подружились. Нас возили по разным музеям, там, памятникам, каждую неделю, ой, каждый день по протяжении недели. Нас повезли в Мосфильм, там была экскурсия очень довольно познавательная. В центре «Мозаика» существует также класс для взрослых, желающих изучать русский язык. Я учу по-русски. И почему ты решила учить русский? Потому что я хочу идти в Россию. Я учу по-русски, потому что я люблю культуру, язык и люди в целом. И я люблю учить русский. Какое сложное, что это очень сложное? Очень. Очень, очень. Как долго ты учил русский? Семь лет. А как русский преподается в этой школе? Вам нравится? Расскажите. Да, мы читаем немного о... Я не знаю, как это значит. Да, мы просто читаем какие-то андетики, делаем задания, изучаем грамматику. Для каждого родителя свой ребенок самый дорогой. Поэтому родители как раз самые строгие критики школы. Мы сюда ходим... Это русская школа «Мозаика». Мы сюда ходим на занятия. Мы ходим всей семьей. Илюша ходит на «Раймтайм». Старший сын еще есть, он тоже занимается. Он делает пять блоков. И муж учит русский язык. А почему вы выбрали русскую школу? Я слышала от своих знакомых, что здесь очень хорошо. Хорошая атмосфера такая, семейная атмосфера. И я решила прийти попробовать, и мне очень понравилось. Наш ребенок учится в этой школе. Каждую субботу мы здесь, в гостях у школы. Ребенок посещает занятия русского языка, литературы, математику, музыку. Очень положительные впечатления. Во-первых, преподавательский состав отвечает требованиям. Ну, так скажем, в профессиональной школе эти требования бы точно отвечали. Мне нравятся требования к самой методике проведения занятий. И требования от детей выполнения домашних заданий. И от родителей эти требования также. То есть впечатления очень положительные, что и школа, и родители вместе с детьми работают вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова